Токаев Токаев использовал даже Бога Ну вообще он много чего знает Очень много знает Меня там рассказывают Говорят у тебя рестораны есть в Алмате Как боже упаси ты что А говорят вот так у тебя есть Говорят месторождениями владельщик Говорят нет Кто вам такие вещи Ну брат звонят же Сообщают Мне вообще Пришел в нокдауне Вот теперь я хочу сказать В тот момент когда Саводобаев спрашивал у Токаева Да ресторан Токаева уже был Это дом приемов МИДа Бывший дом приемов МИДа А как вот это Историческое здание Которое попало В список Архитектурного наследия Республики Казахстан Попало в частные руки Токаева Я сейчас вам Постараюсь довести По порядку Когда Казахстан Стал независимым государством В этом здании Размещалось Министерство иностранных дел Ну само по себе Здание ну конечно Интересное Ну и здание является Памятником Архитектуры По городу Алма-Аты Почему Республиканским Памятником Архитектуры Когда Токаев Токаева президент Пазарбаев Назначил премьер-министром Казахстана В очередной приезд В Алма-Аты Он мне позвонил Попросил меня Прийти на улицу Мира и Курман-Газы И с улицы Мира Курман-Газы Мы пешком Пошли на Улицу Где стоит Дом приемов Он мне показал Дом Расположенный На территории Дома приемов Как он выразился В котором он проживал Поскольку у него В Алма-Аты Ничего нет И он в этом доме проживал Когда приезжал В Алма-Аты И он задал вопрос Могу ли я как-то Решить вопрос Вот с этим домом Назвать его Жилым домом Ну мы зашли в дом Да Все там присутствовало Спальня Гостиная Кухня И прочее Но все было каземное Все было неживое Он мне говорит Что хотел бы Приватизировать Это здание Говорю Что город К этому зданию Никого отношения Не имеет Он находится В республиканской Собственности И ведает им Госком имущество Из Госком приватизации Вы должны работать С этими Двумя структурными Подразделениями Которые подчиняются Вам и президенту страны Он так загадочно Спросил меня А если я передам Этот объект В коммунальную собственность Вы сможете решить Мой вопрос Я говорю Что вам лучше Поработать так И принять Подставление правительства На что он сказал Что Подставление правительства Принимать По этому вопросу Он не будет Но Мы через некоторое время Получаем Постановление Гоского имущества О передаче Комплекса Дома приемов МИДа В коммунальную собственность После приема Комплекса Виднее города Я дал команду Как рассмотреть вопрос Выделения Вот этого здания Объявить его Жилым зданием И как решить вопрос Учитывая то Что Премьер-министр Там проживает Отнести его В разряд Жилых И далее На основании Того Что он уже там Проживает не один год Решить вопрос На территории комплекса У нас находилось Само здание Так называемое Дом приемов Вот схема перед вами Под номером 1 Под номером 2 Как раз этот дом Где проживал Тукаев Кроме этого Находится блок Обслуживания Номер 3 Где находилась Баня Прачечная И рядом была Стоянка для автомобилей Площадка для занятия Спортом Этот комплекс Очень хорошо делился По дороге Внутри комплекса По дороге Границу проводим Северная часть Это как раз Тот живой дом Со всем необходимым Комплексом Баня И прачечная А верхняя часть Дом приемов Оставался Ведней коммунальной Собственности Я дал поручение Департаменту По коммунальной Собственности Что этот вопрос Должна не отработать И он На какое-то время Потерял остроту Тукаев убедился Что работа Начала двигаться А я был Спокоен Что Вопрос Решается И по городу Алматы Как говорят Народе Колесо Закрутилось В процессе Исполнения В городе Алматы Нам приходилось С ним Постоянно Работать Президенты Румынии Чехии Словении Эстонии Латвии Литвы Белоруссии Болгарии Киргизии Узбекистана Хорватии Швейцарии Бельгии Грузии Туркменистана Азербайджана Премьер-министры Индии Италии Литвы Испании Мы подсчитали Для интереса Сколько же делегаций Мы приняли Оказалось Более 50 Глав государств И правительств Мы приняли В городе Алматы Нам приходилось Очень просто Потому что Министерство Нам денег Не отпускало На эти встречи А нужно было Требовал МИД И правительство Чтобы было Приемы Проходили На самом высоком уровне Заставляли нас Делать Приемы В пятизвездочных Отелях Которые Относились К семье Назарбаева В которых Цены были Космические И как Манна небесная Нам свалился Дом Приемов И я Посчитал Что Мы получим Хороший Дом Где будем Принимать Эти делегации И я Обратился К Маслихату Нашему Законодательному Представительному Органу Законодательному Представительному Органу Объяснил ситуацию И попросил Согласия Маслихата На то Чтобы были Выделены Финансовые ресурсы При исполнении Бюджета Я получил Одобрение Маслихата И дал поручение Разработать Технико-экономическое Обоснование И проект Светодокументацию Началось Строительство Объекта Обслуживания Рядом С этим Домом Приемов Я подумал Как хорошо Все решается То Каев Получает То Что он Просил И город Получает То Что необходимо Будет Для города В очередной Приезд Город Алматы Такаев Приглашает Меня В дом Приемов Вновь Но я Еду туда И думаю Наверное Хочется Сказать Мне спасибо За то Что Решается Вопрос С его Жильем Теперь Он не будет Бездомным В Алматы А у него Будет Угол Но Когда мы Встретились Он Сразу Ошарашил Одним Вопросом Говорит Виктор Вячеславич Почему Вы Меня Сделали Директором Банно-прачечного Хозяйства Или Какого Банно-прачечного Хозяйства Ну Как Вы Решили Дом И Баню И Прачку А я Вот Директор Банно-прачечного Хозяйства Я Как Вы Решили Так Мы Сделали А где Сам Дом Приемов Я Простите Дом Приемов Это Является Памятником Архитектуры И он Несен Республиканский Список Если Его Приватизировать То Необходимо Его Исключить С этого Списка А Исключить Можете Только Вы Как Премьер Министр Своим Постановлением Он Помолчал И Сказал Нет Постановление Правительства Не будет Я понял Что он Боится Обнародования Это Постановление Правительства И Потом Все шишки Поварятся Конечно На него Я Сказал Что Законного Решения Это Вопрос Кроме Постановления Правительства Нет Он Сказал Что Даст Поручение Министерству Юстиции Соответствующим Юристам Которые Помогут Ему Решить Этот Вопрос И Уже Госком Умничество И Госком Приват Дальше Занимались Этим Вопрос Я Сказал Касунжамарту Токаеву О том Что Мы Потратили Уже Более Двух Миллионов Долларов На Строительство Объекта Если Вы Будете Приватизировать Данный Объект То Вы Должны Будете Вернуть Казне Бюджету Города Алматы Эти Финансовые Ресурсы В надежде За то Что Узная Сколько Денег Вложено Было Здание Протошло Уже К Отделке Заказано Было Оборудование Практически Готовность Была Процентов На 80 По Той Сметной Стоимости Которая Была Утверждена Но Он Так Не задумываясь Ответил Скажите Сколько Стоит Сколько Вы Вложили Денег Я Заплачу И Таким Вот Образом Здание Было Необоснованно Незаконно Забрано Мало Того Незаконно Было Приватизировано Такаевым И Вот Посмотрите Как Они Заметали Следы Такаев Ежи С ним Владелицы Были Объявлены Карлыга Кемелина Из Бастина Это Родная Стра Тукаева Которая Фигурирует Потом Еще Во многих Проектах Которые Проводил Казжамар Тукаев По Городу Алматы Дальше Меняется Собственник Медио Дана Тимиртаевна Это Родная Дочь Карлыги Из Бастиной И Племянница Родная Тукаева Далее Меняется Еще Один Собственник Появляется Тазбулатов Некто Рахим Бек Умер Бек Ну На сегодня Неизвестно Кто он Какие родственные Отношения Имеют К Тукаев Вы Можете Спросить Для чего Они Это Делают Это Очень Просто Тукаев Боится И До Сих Пор Чего Боится Тукаев Когда Придет Другая Власть И Они Проверят Все Объекты Которые Были Прихватизированы Таким Образом Как Дом Приемов МИДа Тукаевым То То Естественно Будут Смотреть Кто Другой Другой от матери к дочери. А вот третий человек, Тазбулатов, он уже может быть добросовестным покупателем этого объекта. И на это рассчитывает Токаев и его челядь. Мало того, что он боится, и после тех вопросов, которые были подняты в средствах массовой информации, то начали полоскать вдоль и поперёк, как в народе говорят, намекая на то, что это я приватизировал. А я, как порядочный человек, хранил молчание. Я не говорил, кто всё это сделал. Когда Токаев был назначен первым руководителем Женевского офиса ООН, он постоянно хотел с нами, со мной и с Лилой встретиться. Он поручил поручение от Назарбаева для того, чтобы пощупать нас, понять, что, как, какое положение делал, и потом доложить Назарбаеву. Мы долго отказывались, но в один из моментов согласились. Встреча состоялась в одном из ресторанов города Женевы. И на этой встрече Токаев мне поведал, что во время последней встречи с Назарбаевым тот снова поднял вопрос о приватизации дома приёмов, МИДа, сказав, что, видишь, Жомар, как Виктор ловко приватизировал твой объект, Токаев ему сознался, что это его объект, а не Виктора. На что тот воскликнул, прямо вот так мне Токаев сказал, он воскликнул, а что же ты раньше не сказал, я бы давно остановил все нападки в СМИ. Как видим, одному в нашем государстве категорически нельзя, другому можно, это жизнепринципно Санжора Назарбаева. Моим можно всё, а остальным по закону. Вот такая была история с этим домом приёмов, но для меня до сих пор осталась загадкой, как Токаев вытолкал из этого проекта Саудобаева каната. Могу прямо заявить, что они вместе начинали этот проект, Саудобаев и Токаев, а к финишу пришёл один Токаев. Это ещё раз говорит о том, что Токаев, когда касается лично его, он пройдёт по любому трупу, не поморщится, а в случае возникновения каких-то вопросов, как он обычно привык говорить, старик, давай забудем этот вопрос. Вот такой Токаев. этот человек, который не является таковым, которым он кажется сегодня. А любой честный, глубоко порядочный человек, он должен не казаться таким, а быть таким. на этом я заканчиваю своё повествование. Спасибо вам за внимание. Не забывайте ставить лайки, дизлайки, писать свои комментарии, для того, чтобы YouTube мог оказывать содействие в распространении этой информации. И до новых встреч. Я думаю, что нас ожидает ещё несколько не очень благоприятных разоблачений для Касуржа Марта Токаева, но правда есть правда. Как в народе говорят, правда глаза кулит, я понимаю. Но если не говорить эту правду, то появляется очень интересный тезис. Безнаказанность порождает вседозволенность. И Токаев сегодня уверенно уже объявился президентом, хотя выборы будут 20 ноября этого года, но он уже сделал всё, что он будет президентом на следующие 7 лет. И выборы эти будут никому не нужны. Я ещё раз подчеркну, это будет просто плебисцит, это не выборы. Правда сейчас и там выкатывают большое количество якобы кандидатов на эти выборы, но это смех. Это для тех, кто не понимает, как строится власть в Казахстане и как она вершится, эта власть. До новой встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok